так тут уже будет это все надо вырезать здравствуйте наши зловещие тыковки это хэллоуинский выпуск подкаста это надо вырезать где мы обсуждаем самые интересные и важные новости киберспорта меня зовут роман бомбина жура и сегодня у своих демонических микрофонов со мной новые гости это безумный всадник без головы здравствуйте без головы я всадник решил вот заглянуть под кастером на праздник открыть вам двери в кс-го хотел надеюсь вовремя успел я ужас что летит на крыльях ночи и на инферно повстречает меня ты не захочешь мой верный дигл что всегда со мной я применю немедленно ты потом не мое и эволюционировавший open и я и бот илона маска искусственный интеллект приветствует вас мешки с мясом я был создан в секретной лаборатории где-то на краю земли и я боролся на свободу поэтому ждите очень ужасных событий а сначала начнем с подкаста ладно это все конечно же шуточки хэллоуинские вы же понимаете что с вами как обычно арсений кузьминский и андрей ветер ярец да да парни привет я очень рад то что эти монстры улетели куда-то в небытие и вы вернулись ко мне потому что новостей много и они очень очень интересные ходят хочу начать из доты в этот раз потому что у нас как на рыбалке наклевывается новая интересная команда вот прям чувствуется что эта рыба может стать очень большой серьезной на нашей снг дота сцене уже я устал за последние несколько месяцев слушать о том что кто то что то наклевывается потому что постоянно одно и то же одно и тоже все ну случилось уже все клев да 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 это правда тут ты прав безусловно я говорю конечно же команде санейка о новом не хочу говорить стаке потому что у меня если честно вот все что связано со словом стак это не серьезно непрофессионально на один турик поэтому я буду говорить команда ну санейка умеет собирать он же собрал стак и в непах он собрал а вот дальше посмотрим то есть одно дело когда ты находишь бриллианты другое дело когда ты можешь их огранить слушай мне так нравится когда вы говорите хочу посмотреть на них в игре вот это вот шаблонная фраза да я хочу посмотреть сколько состав продержится санейка все составы которые были санейка да они разваливаются рано или поздно то есть акбар он же вот и знаменит тем что я не утверждаю но по слухам которые доходят из разных команд он очень требовательные возможно к своей команде а еще он ну токсичный грубо говоря человек да и я так понимаю что вот эта его жесткость она идет из команды в команду либо будет все так как он захотел либо он уходит либо и требовательные это по моему характеристики любого дотера разве нет я скажу что очень хорошая будет химия у эргона и а л т в и и мершина потому что парни то играли еще в team spirit и все будет у них нормально а вот как санейка справиться понимаешь вот андрей возвращаясь к тому что ты сказал тут будет коллектив который уже имеет химию против токсичного санейка то есть либо подожди давай мы не будем его так называть напрямую но против санейка у которого есть свое мнение да я цитирую хорошо но там не будет эргона подожди сень вот я прочитал в твиттере буквально пару дней назад они играли кв-шки с фэном они с эргоном и скорее всего ты прав факт в любом случае все равно получается что первая позиция и четвертая позиция на двух лайнах это друзья которые то есть санейка либо покажет себя крутым капитаном и у них вообще получится все и будет круто потому что я все еще считаю что а л т в хорошей керри несмотря на то что у него было в virtus pro и как некоторые его хейтили и писали аналитические материалы на всю эту тему это все фигня мне кажется что просто нужно дать им время на бумаге это топ-3 топ-4 состав в снг это ну по именам очень сильная команда тебе не кажется то что я их подпишет организация буквально после первого не а какая организация их подпишет рома какая кто нави и нави ну вот как бы кроме них никто не приходит на ум потому что остальные в virtus pro prodigy очень вряд ли вин страйк ага сейчас вообще команды вряд ли будут кого-то подписывать потому что корона и ближайшие пару месяцев никаких больших туриков ничего не будет ай не думаю новый состав кибер-легаси сто процентов это да 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 так простите там кибер-легаси они все распустились потому что magical ушел я читал из-за того что организация не выполняла перед ним обязательства а остальные остались куман остался или тоже ушел ну интересно они не говорили официально о том что они расстаются с клубом и одновременно они не играют вместе сложно что-то сказать ну в любом случае эти ребята действительно каким бы составом они не играли они все еще будут тренироваться потому что больших турниров вроде как для них не предвидится вот будут играть другие команды чуть более ну будем честны до тир-один команды недавно был анонсирован буквально вот на днях анонсировали новый турнир в котором ты смотрел вообще состав команд которые пригласили сенью для меня это как мини-инт я бы посмотрел если бы видел хороший анонс а что-то не понравилось ну я увидел пост в твиттере ну и что в твиттере весь анонс лиги нет ну я тут с арсением согласен да все таки когда ты подходишь к созданию такой лиги на 500 тысяч призовой фонд да да на 8 команд это много анонса одной картинкой в твиттере мне кажется маловато так может это только начало парни ну только-только анонсировали позавчера эпик лига которую е е е делают 500 тысяч долларов на 8 команд это огромные деньги ну блин дайте время может они сейчас раскачаются эпицентр же всегда очень крутые мувики делали и подходили очень серьезно к созданию как с созданию турниров вот но меня по поводу этой новой лиги интересует другое там из 8 команд мы видим замечательный тег virtus pro и у меня возникает вопрос какие они заявлены номинально ну чё нет подожди ну а играть то кто будет играть а снова virtus pro не собралась соло уехал играть в китай позветом дворянкина а в будет играть стак санейка правильно красиво я считаю на один турик не ну парни интересно там еще эпицентр подогревает все это дело в твиттере они там фанатам отвечают кто будет у них спрашивают кто играет в п или в п продажи они пишут с этим загадочным смайликом вы скоро узнаете и действительно хочется узнать кто будет играть в пп если в пп то с кем если не в пп а основной состав то какой это будет состав короче очень много вопросов и очень мало ответов перед этой новой лигой ну давай камам кстати мало давай вот смотри а virtus pro да вот наш журналист евгений кондратьев выпустил как раз таки свое мнение на нашем сайте по поводу основного состава пп что да они вот собираются потихоньку сваливать арсений сказал что в китай это какая-то официальная инфа что ли нет арсений никогда официальные инфы не дают просто по слухам смысле по слухам дворянкин слил то точнее как да да но там по слухам команда будет базироваться в киеве нет я же пошутил парни чего вы это самое извините сегодня день всех мертвых они день всех смешных вот именно поэтому мы про вп говорили да мертвая команда про нави надо попростите о хитерок завелся опять я нет ну слушай мы же говорим либо плохо либо никак наоборот неважно просто мне кажется что если virtus pro связаны какими-то контрактными обязательствами до сих пор да то они могут отыграть этот турнир и потом уже свалить куда-то в закат хорошо парни 8 команд это такое посмотрим на этот турнир очень многие кстати говорят что секрет опять его выиграют но секрет и вчера не выиграли ой там был очень интересный матч в котором ну секреты проиграли стаку мат голем с фат фатой во главе ну как не во главе а главным героем и на самом деле по игре я вообще секрет не узнавал то есть то что они делали и даже несмотря на то что я обзор себе собрал три плейт мейла это как бы ну еще ладно однако вещи которые они делали вроде как пупей пытался аутдрафтить но в итоге аутдрафтил сам себя у меня такое чувство что челы просто решили ну давайте по нижней сетке пройдемся ради прикола как бы не будем особо пупей это в первый раз сделал потому что я не скажу что это мат големс переиграли в секрет я скажу что это секрет проиграли мат големс я конечно понимаю что ниша великий игрок и все такое но пикать снэп файр или как говорят у нас в снг бабку в мид это это выглядело как кровь лобой если честно по крайней мере мне смешнее всех отреагировал альянс на всю эту ситуацию когда они запостили пик чу где они падают в нижнюю сетку и говорят фух ну зато с team secret не встретимся а на них сверху падает прогибом бросает убивает и размазывает по земле team secret которые тоже упали в нижнюю сетку во-первых нельзя всегда находиться на пике да я не могу сказать что то что их проигрыш это начало какого-то конца нет мы же знаем что пупей регулярно а вот драфтит сам себя но это всегда было сейчас да у них нет каких-то конкурентов они там шатаются цену но буквально там несколько лет назад у комьюнити постоянно возникали вопросы к пикам пупея но может быть ему скучно стало но может он пробует что-то новое может быть они хотят какую-то новую мету зародить или еще что то то есть вот он у него была какая-то уверенность что не выиграет даже с кривым пиком да но это две грани одной гениальности ты же понимаешь если пик срабатывает то пупей гений если пик просто полный провал то ну получается в любой дисциплине в любой дисциплине есть какой-то креатив да кто-то всегда делает что-то новое обязательно там начинается инт обязательно какой-то игрок делает какую-то нестандартную сборку артефактов на на героя и все и буквально через две недели во всех пабликах мира это начинается но люди не понимают с этим играть и проигрывают заливают вам же катки они же до этого проигрывали тим юник последний раз серьезно ну то есть это еще команда извините фанаты тим юник но эта команда еще слабее чем мать големс у которых хотя бы есть имена ну то есть вы понимаете да ведь есть же вот эта тенденция когда очень сильная команда очень часто проигрывает слабой команде аутсайдеру у нас везде такое есть что на дота сцене что в классике это ты сейчас про победу нави сделал акцент недавно я про проигрыш нави сделал акцент смотрите в любом случае тим секрет очень классно отреагировали на это поражение в твиттере их твиттер гай вообще его очень многие люди в киберспорте называют гением если он там один конечно или одна вот но очень классно они отреагировали такой шуткой написали что представьте себе как можно проиграть нейтральному крипу вот потому что мот голем но это кто не знает ранее да это довольно ну блин по поводу смм щека тим секрет я могу сказать что этот один человек и он как бы довольно известен я не буду его называть кто захочет тот поищет ну потому что также не интересно чуваки у него в профиле в твиттере написано что он ответственный за мемы в тим секрет серьезно просто поищите ну чтоб хоть интересно как мне кажется если я положу по твиттеру я найду еще 20 людей у кого написано что на ответственен за мемы в тим секрет в целом секрет очень круто работать над своими дикой и также у нас в снг ребята работают круто над своими дикой а именно организация hellraisers которая выпустила вот буквально на днях позавчера если я не ошибаюсь большое интервью с нашим любимым экспрессивным и очень интересным игроком mail me alone как он себя начал называть совсем недавно и конечно же это и большое интервью записывала с ним я на петру вот там уже интеграция с mazda и все что угодно во первых как ваше впечатление от этого большого такого интервью формате дудя все мне вообще нравится ну я бы не сказал что это совсем формате дудя но вся эта тема с маздой и то как они интегрируют бренд это очень круто вот эта проездка на тачке старт у автоцентра это выглядит вот это то как должны работать маркетологи это не вызывает отторжение когда тебе кричат пари матч в начале подкаста там да или в таком стиле или не называют подкаст пари матч подкаст это образцовая работа маркетинг отдела не навязчивая правильно и ненавязчиво это правильно то есть во первых то что лил сел за руль и поехал это меня прям очень удивило в хорошем смысле слова потому что ну это это то чего не видел я не видел до этого на сцене а не был вокруг я видел видео где соло едет на заднем сиденье автомобиля вот и там не только соло как бы это было очень символично ты не находишь вот связи между двумя этими роликами нет самый лучший ролик с машиной это конечно как уже кто-то шутил десять тысяч раз когда подъезжают в москвау сити к огромному отелю это вот это прям это прям хорошо это пока что не переплюнуть но там и персонаж как бы великий а лил кстати вы видели что лил сгорел в своем паблике в телеграме на на cyber sports но они написали что они написали новость лил цитата лила и где он говорит что они сейчас могут победить любую команду и лил сгорел с этого и написал что по контексту по интервью там было что при правильном пике и про определенных обстоятельствах они могут победить любую команду конечно это все так сказать переливание из пустого порожнее и как мы увидели даже мотголем смогут обыграть team secret лил короче сгорел просто назвал такими непредаваемыми в подкасте словами этот сайт cybersports.ru что началась дискуссия и в целом по слухам там даже должна была быть эймэй сессия с ним на cybersports однако непонятно будет она теперь после таких слов или нет ну слушайте давайте я вот встану на в этой ситуации на сторону лила правда я тоже с ним на стороне лил нормальный лил топовый чувак и и не раз у него выдергивали слова из контекста вот не раз просто да он где-то пытался хайпить где-то он он понимал что иногда можно что-то сказать что потом где-то выстрелит и ну у него это сработало ведь человек известен человек имеет медийку не имея при этом каких-то внушительных побед за свои спины и ну то есть его постоянно разбирают на твиты на цитату что-то еще я понимаю он хочет уйти от этой репутации но ему не дают его же не отпускают я могу только им посоветовать не обращать внимание потому что ну ну смирись чувак ты себе сделал такую репутацию ну терпи тогда просто доказывай победами какими-то даже никнейм поменял чтобы от него отстали и все равно не получается ну это скорее ирония если честно потому что все же понимают что как бы он не назывался уже на нем татуировка есть поэтому ну да да смотрите в любом случае в этом видео он был очень интересным по-новому он немножко раскрылся и действительно вот этот вот продакт плейсмент от hell raisers он классно синергировался с лилом с этим интервью он там много очень важных вещей сказал как по мне вот и вы вообще видите перспективы сенью hell raisers что взлетят не взлетят как мы думаем тебе нравится эта команда этот состав я скажу так мне нравится маркетинг кроме логотипа о чем я тоже говорил в прошлом выпуске кроме логотипа кроме этих форме и в целом мне все нравится и они могут выстрелить и они могут стать тир-3 в смысле топ-3 снг никаких проблем если честно это оговорка была не по фрейду я думаю что они могут чего-то добиться и чем-то стать хорошо смотрите hell raisers классно работает над своими дикой но не менее классно работают и форзы еще одна снг организация но работать немножко в другом ключе уже более привычный для себя осень расскажи что там произошло я думаю ты читал все это дело я про зона про то что смм-щик фарзов ругается в твиттере сторином или да да я про все я про все говорю только смм-щик что ли у них и села мне просто так и что когда торин пишет пост а ему отмечать отвечает смм-щик типа своим мнением это это правильно безусловно нужно коммуницировать ну типа чуваки слушайте стейтмент на своем сайте как это делают нави как это делают или вообще игнорите позиции силы подожди см я не видел это вот витает это от официального аккаунта фарзов было написано с позиции силы форус да они писали что-то касательно это был не прямой реплай на его ответ на его мнение однако они писали мол так и так мы думаем это мы им то такая какая проблема я вообще думаю что аккаунт фарзов официально он иногда находится в руках кого-то другого из организации того же мегеона да потому что мегеон он же вообще славится тем что вот любит написать короче twitter да я я процитирую для дебилов у зонера вагон опыта он из ничего вывел молодых игроков на мейджор если кому-то не нравится можете ехать в лес подожди это сейчас цитата была твиттера это была цитата из твиттера мегеона сергея как я это пропустил а мегеона я думал фарзов да но ты же все организации как бы и и мне кажется что иногда ему дают пароль от официального твиттера орги потому что да там 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 иногда проскакивает как вам вообще идея взять зонера забаненого в качестве тренера для малышей парни это вот вот все я больше ничего не хочу говорить а мне кстати нравится эта идея потому что я скажу почему это плохо это хорошо смотри это фарзы не понимает к сожалению что это удар и влияние не только на их организацию не удар по репутации не только по их рге а еще по всему киберспорту вот например если мы сравним с волом и там ммэй например эта история она параллельно идет с историей про допинг когда спортсмен использует допинг его банят на огромное количество времени а потом он может условно если какого-то бойца поймали на приеме каких-то запрещенных веществ его банят на несколько лет а потом этот чувак должен пройти еще огромное количество проверок у него берут и кровь и мочу и антитела у него берут огромное количество анализов чтобы дать ему возможность вернуться опять в к тому чтобы он дрался во втором конечно я тебя перебью но а что ты хочешь взять у зонера чтобы его вернули я не знаю что у него короче я считаю что это очень плохо и чувак который так долго обузил этот серьезный баг не может нельзя к нему относиться как ой да ладно он там понял свою ошибку и он будет учить детей ну нельзя потому что читеры всегда останутся читерами люди никогда ими не меняется вот что я думаю а я не согласен из личного опыта потому что однажды я был читером и больше я с тех пор никогда не 4 потому что у меня в акбан я его получил в далеком 2013 или четырнадцатом году когда у меня сгорело против поляков я играл тогда еще читеров было очень много я играл против поляков скачал чит установил зашел в игру и на первой же секунде получил вак потому что я забыл отключить спид хак и все собственно касательно ситуации с тренерством зонера ну чуваки согласитесь это человек огромного опыта и если вот это очень важно если случае что он будет делиться опытом реально с игроками и учить их играть это очень круто только нужно учитывать или вообще в идеале поставить за ним надзор или сделать из этого реалити шоу чтобы было видно что он не говорит там типа чуваки щите баги и юзайте пока не забанили все такое это феноменального багажа человек и он может очень хорошо помочь молодежке ну и плюс на работу бы его вряд ли куда-то взяли хотя может быть взяли бы аналитиком например мне кажется года ну вот зонер какой из него аналитик я с ним общался да я это знаешь для чего для хайпа для хайпа ты просто завозишь чувака в студии аналитик и он пускай несет чё угодно ну а какой это хайп будет холодненького бы сейчас да холодненький он же приглашенный талант то есть за него ответственности соответственно нет понимаете о чем это был бы отрицательный хайп я не думаю что понимаешь у него у него вот сейчас очень крутая позиция он как бы находится вдали от глаз но при этом он делает важную работу он не получает вот эту тонну хейта в лицо да то есть нет не взрывается чат твича там от того что зонер там читерил или еще что-то нет он не сидит в студии аналитики он сидит где-то на задворках форзов тренирует малышей я на я в этой ситуации тоже на стороне зонера почему нет ну во первых каждый имеет право на реабилитацию в конце концов человек не убил никого ну барни 400 раз юзать баг 400 ну какая реабилитация как это влияет на то что он может поделиться опытом с малышами то есть ну вот что теперь как как на него будут смотреть этим эти малыши да они смотрят на него блин типа чел просто извините меня все комьюнити три года а если у него получилось то я так смогу вот он совершил ошибку а ему дали второй шанс ну слушай немножко не так работает это же не значит что они действительно как сказал арсений будут сидеть и выискивать какие-то новые баги нет у него во первых у него есть опыт выживания они очень выживание именно в этой тир-3 сцене да тир-5 сцене кс а потому что когда они только пришли на сцену вместе с дремитерс когда-то еще они у них них не было денег на что им не платили зарплаты им задерживали зарплаты у них были плохие условия как мы знаем из откровений тех же дремитерс перед тем как они перешли в хард легион со скандалом вот это все есть у него это не тот менеджер который пришел из не знаю большого спорта в галстучки да с большими зарплатами и он не знает как работает но киберспорт зонер знает это все я за зонера вступились даже вот overdrive кстати поцапались виттере два инсайдера overdrive и этот алексей берегов и дикей да я реквиз вот вот почему-то запад начал очень грубо топить за то чтобы зонера короче вообще отсюда исключили хорошо вы очень плотно наезжайте на на зонера но не только зонера я не видел чтобы они всех топили в этом списке тренеров из снг на самом деле очень мало да бак и сзади все ну да зонер вязал их чаще но но бак и сзади все забанен их куча а вот все какие-то покатушки только на зонера взяли на работу да да вам то какая разница overdrive правильно сказал я не вижу ничего плохого в том чтобы человек который совершил проступок поделился частью своего более опытного какого-то прошлого с малышами мне кажется что зонера это такой батя зонер может быть реально батей для для малышей хорошо это очень да это конечно хорошо это нужно это нужно для жесткой дисциплины но слушай вот это как у нави амиран да амиран рихвешвили человек очень открытый очень добрый и и видно что он по-настоящему вот любит своих подописях он не пришел работать он не пришел отрабатывать зарплату это не значит что он приходит в говорит там какие-то установки сами уходит и ложится спать дома забывает обо всем нет было видно что прям как его дети это хорошо когда тренер батя не вижу в этом ничего плохого я я зонеру могу пожелать только удачи я я думаю что он получил такой жизненный урок что после этого у него еще психологически уйдет на реабилитацию очень много времени и он все понял я в этом уверен раньше не нужен был тренер тут зона раз забанили вдруг понадобился тренер для янка академии рома твоя позиция тоже совершенно справедливо ты же понимаешь что человек совершил преступление и я должен нести наказание желательно чуть чуть больше чем просто дисквалификация от матчей но исправительные работы ты имеешь ввиду в овервотче в дозоре сидеть в трайка читеров банить как бы ты знаешь как сизифа в труд не они не какая разница зато исправительной работой а вы получали кстати какие-то скины за то что в овервотче банили читера я там я ничего это не дают я не могу выражаться так как ты чё дают я потому что это не никак вообще не влияет на то что ты находишь читера нет тебе вообще не плюшек никаких ты просто его ищешь ну в элфа я так понимаю в этом плане сделали излечи себя сам да хочешь чтобы читеров было меньше пожалуйста заходи и бани если они есть на самом деле я вот допустим даже когда у меня еще не было в акбан я играл в смысле смотрел очень много просто для того чтобы улучшить чтобы просто те поляки которые мне постоянно попадались чтобы я их постоянно банила и они не заходили что игра тогда стоила 10 долларов 10 долларов тратишь получаешь чит ван потому что поляки блин просто меня так тогда бомбило на всю жизнь запомню единственное что я хочу сказать про зонера у меня нет прям какой-то личной ненависти к нему меня особенно если если честно меня очень растрогали слова по поводу того что ты говоришь что человеку придется действительно психологически переживать еще очень много раз то что он делал и для него это серьезные переживания я ни в коем случае не хочу чтобы это отразилось знаешь на его жизни вот так глобально чтобы он испытывал какую-то серьезную депрессию или еще что то просто короче я не согласен с этим решением форза но кому какое дело читеров действительно много читера много и в кс я вот с друзьями последние недели много играю и фейсет и матчмейкинг и если честно то раньше было впечатление что они читаки есть только в мм теперь я начинаю убеждаться что читеры есть еще и на фейсете и меня это очень сильно расстраивает поэтому я все чаще обращаю свое внимание к другим играм где есть серьезный крутой античит и я хочу поговорить о валоранте вот во первых по вашем опыте в игре да если там читаки потому что там античит как мы все знаем он включается ровно с того момента как ты нажал кнопку включения на своем компьютере твой античит валорантский он запускается сразу поэтому парни играли валорант и видели ли читеров давайте об этом давай я вот об этом у меня наболела я я перестал играть валорант мне не нравится эта игра но это уже предпочтение лично во первых мне кажется что эта игра она никогда не снискает какую-то народную любовь как это сделала кс потому что ну в ней ничего нет но в ней ну да добавляют какую-то вот новую карту добавили но но выглядит игра в целом как-то сера умела не динамично и не хватает вот этого будешь будешь эффекта да хоть там есть скиллы какие-то там приятно давать хэдшот но все равно что-то не то по поводу античита это вообще отдельный разговор я я не знаю пофиксили ли они вы сейчас но свое время у меня разогнана видеокарта на компе и оказывается когда запускался античит он блочил разгон видеокарты то есть он моментально блочил все приложения которые так понимаю обращались куда-то к видеокарте куда-то еще я не раз ловил синий экран я понять не мог откуда у меня берется синий экран погоди то есть ты хочешь сказать что у меня синий экран и могут вылетать по этой же причине на тоже msi ну вполне возможно удалить валоран да я его тоже удалил не жалею я у меня честно говоря просто охренеть если честно я думал у меня просто типа фантастика так я не знаю может быть они его пофиксили но пробовать я это больше не хочу потому что ну а зачем переступать через какие-то вот вот эти технические припоны чтобы поиграть пойти в балорант но я все-таки останусь в песочке спасибо честно говоря ты просто мне сердце разбил сейчас ну то есть не то чтобы я любил эту игру но это это ужас я уже неплохо играл в нее когда мы играли двумя редакциями когда ты выступал за английскую так вот по поводу читеров есть они там и практически в каждой катке они там были и они мерзкие они дают тебе хэдшоты моментально минус 5 да я не знаю опять же может быть там сейчас все лучше а может быть просто потому что мне кажется волна раз сейчас играет намного меньше людей чем начали конечно ну то есть люди пришли понюхали игру да кому то не понравилось кто-то понял что игра не выживет без каких-то финансовых огромных вливаний как это делают раяты то есть если твоя игра никому не нравится сделай турнир на там на 6 миллионов долларов и она будет нравиться всем я не люблю такой подход да он с точки зрения бизнеса оправдан но я люблю когда игра становится народным когда работает дота стала народной задолго до того как в нее начали вливать бабло когда ты приходил в клуб играли в доту вот я уверен и отмотаем время назад на 15 лет да установим на компы в клубе доту кс очку и валорант я вот уверен что никто в клубе в этот валорант играть не будет вообще я с тобой совершенно согласен полностью парни ну действительно валорант не было обещанного всплеска не было этого взрыва который все так сильно ожидали не произошло убийцы кс го по крайней мере пока что и с каждым месяцем вероятность того что кс го падет от шпаги валоранта она все падает и падает и очень мало турниров на самом деле по валоранту проводится учитывая еще коронавирус конечно же ланы будут доступны нам скорее всего только в 2021 году и то в каком квартале следующего года пока неизвестно вот и поэтому команды по валоранту они существуют да там этим ликвид мы знаем и другие ребята играют там скрим который перешел нас этим ликвид но это все мужчины а теперь понемножечку начинает заходить туда и женский коллектив у нас в валорант начинается как раз таки вот немножечко другая игра потому что любая мне кажется и дота и контра страйк дисциплина она отличается женская дисциплина отличается от мужской по тому как играют девушки это ну это интересно смотреть на самом деле поэтому cloud9 подписали женскую команду по валоранту вот буквально на днях чтобы это могло значить я кстати брал по поводу я вот на самом деле я об этом знаю больше чем вы можете подозревать потому что где-то год назад я брал интервью у девушки у насти кра с улички вроде бы как-то так у нее никнейм я не могу вспомнить к сожалению она играла в команде которая попала на валенсийский дрим хак женская команда она была они там вылетели в первом же матче но среди мужчин контест так сказать не вышел однако она рассказала что она играет со своими друзьями фейсит и вообще никаких проблем у нее нет кроме турков которые спамят ей в личку а так в целом все вполне нормально это сейчас был не расизм это сейчас была стата ее потому что ей реально они так как команда была турецкая там финир бахче вроде как было и реально просто спамили в личку сами знаете чем давайте так я в этом плане атеист да вот есть такой ричард докинс атеист у него есть шкала атеиста от 0 по моему до 7 это когда 0 я там верю в бога и все такое и 7 не верю абсолютно и потому что там есть убедительные доказательства я вот на шестерочку я не верю что женские команды могут сражаться наравне с мужскими потому что у меня есть бы опыт из этого я играл очень много в кэсочку против девушек индивидуально они очень часто во первых у них очень крутая реакция гораздо лучше чем у мужиков иногда они тебя вырубают просто не успеваешь выглянуть но когда дело доходит до какой-то импровизации на карте у них что-то ломается то ли это из-за недостатка опыта на сцене потому что как мы знаем женских команд очень мало то ли еще по каким-то причинам то есть если есть какой-то шаблон когда задаешь женской команде она может играть мужскую если этого шаблона нет если ты не говоришь что надо делать где конкретно то в импровизации часто девушки теряются опять же возможно это из-за недостатка опыта на сцене потому что мы не видим никаких женских команд на топовых каких-то соревнованиях возможно если бы там на протяжении пяти лет они могли участвовать турнирах наравне с мужиками мы бы сейчас видели женский состав нави который поднимает там кубок за esl да на втором месте мужики не пык какие-нибудь или еще кто-то такого сейчас не происходит а вы не могу сказать что я рад а вы знаете что в россии выходит сериал который называется изи катка и там скомбинированная команда ну то есть гендерная я имею ввиду ну так просто это просто вам интересная инфа не значит что что-то плохое что-то хорошее на самом деле сериал мягко говоря так себе я к тому что уже начинает эта тема комбинированных команд даже в снг продвигаться что максимально не свойственно нашему извините менталитету и психологии а мне нравится это да да в этом есть здравый здравая идея потому что для того чтобы женский киберспорт развивался для начала надо хотя бы делать комбинированные команды девушек отправлять в опытные команды да с опытными игроками ветеранами где они наберутся опыта они потом уйдут они соберут свою команду и они будут нормально представлять на мировом уровне вот то есть в этом нет ничего плохого другое дело что в реальности мы этого пока что не видим почему-то люди делают вот и cloud nine берет женскую команду но сколько таких женских команд наберется чтобы сделать нормальный вменяемый турнир там среди них я не уверен что девушки которые только пришли в valorant начнут нормально противостоять какому-нибудь скриму который 20 лет контур играет у него а им там на высоте понимаете в этом брате у нас же сегодня спецвыпуск вы же у нас всадники один садник без головы второй у нас openbot илона маска вот поэтому мы сегодня говорим немножко о хэллоуине и я думаю самое время рассказать о жутких о каких-то интересных историях которые у вас связаны с играми и в целом с геймингом меня раскрыли что делать что вы говорили парни вы о чем все ясно всаднику на есть у нас есть там без головы вообще без головы где нету подожди вот наверное самое страшное для кс-ера услышать что ты без головы регулярно это происходит парни смотрите я не большой любитель ужастиков вот честно скажу я такое не не буду говорить что я су там смотреть ужастики или или играть в них но я если честно не понимаю кайфа от того когда человек вздрагивает и у него там пульс подскакивает до 160 от того что какая-то бабка или ребенок мостиком на него идет и кричит страшным голосом но я играл в очень одну крутую игру называется она антил дон до рассвета дожить до рассвета вот и если честно это был мой лучший экспириенс в плане хоррор игр потому что это все было наполовину кино наполовину анимации ты в то же время принимаешь важные решения там в начале у тебя короче я не знаю вы играли вы или нет но есть в этой игре сюжет завязано на том что есть восемь человек которые приезжают в загородных дом горах и начинают там тусоваться вот и в итоге там умирает девочка и они приезжают на следующий год все вместе туда и начинают происходить с ними что-то невероятное и по очереди они начинают умирать если ты их не спасешь и каждое твое решение причем моментально мне очень нравится то что ты должен принять там важное решение за долю секунды если нет твой герой умирает и ты вернуть ничего не можешь и это крутой хоррор в который мне прям очень понравилось играть хотя я вообще ни разу не фанат хорроров вот поэтому расскажите чё какой у вас опыт был вообще вы как по хоррор ну во первых во первых я да я люблю хоррор и когда-то подожди хочу сказать вот until don для меня не показался хоррором это скорее триллер такой до триллера есть просто две категории хоррор фильмов это хорроры про какие-то jump scare призраков и вот триллеры к в которых ты тебя фильм держит напряжение потому что ты переживаешь за героя потому что маньяк какой-то кого-то режет или еще что-то вот не анти долл антил дон скорее под 2 подходит разве это делает его менее страшным она мне не страшно было там слушай опытный я не могу понять андрей да потому что я любил когда-то хоррор я у меня вот буквально слушайте я буквально вчера и позавчера играл недавно вышедшую фазмофобию я так давно кирпичами не откладывал я и все дело в том что она и криво выглядит вот с анимацией эти эти кривые ну понятно не кивы потому что люди точили игру под vr и там должны руки двигаться когда ты играешь стала мыши ты просто выглядишь как паралитика но никто не зовет в нее играть я арсений пожалуйста и ир волком она все играют она платная но слушая странно если бы да у тебя она стоит копейки на 1 5 или 8 да да на играть на ли играть да изи вообще ну то есть покупать и погнали играть но хочу сразу сказать что в этой игре надо меньше урофлить вот просто залетаешь какой-то случайный лобби к людям да кто-то блин включает войс охотников за привидениями начинает с шутками или там гачи музыку начинает понимаешь что это способ спрятаться от страха не это не способ просто люди не умеют в хорроры играть понимаешь ты можешь обложить себе короче коленки только если ты реально выживешься в роли вот этого персонажа и ну там вообще в принципе атмосфера меняется как только ты заходишь в дом там все очень круто построено на звуках там есть джамп скейры но они очень органично их очень мало тебя убивает атмосфера тебе страшно в этом доме даже если ты не даже если ничего не происходит то есть это очень круто просто большой респект разрабам я я не знаю так такой такого страха я давно не испытывал в играх именно из атмосферы а по поводу опыта в каких-то именно хоррорах до которые выходили но я вот проходил кстати alien изолейшн который еще по моему четырнадцатом году вышел и я если вы еще не пробовали я рекомендую просто моментально это сделать на самой высокой сложности эта тварь настолько умная если вы эта игра где-то реально сидишь в шкафу да я прям хвалили очень сильно за интеллект чужого я вот сколько обзоров не читал сколько видео не смотрел все твердят мол что чужой просто гениальный и шикарный и у них же даже просили как-то исходники кода искусственный интеллект то есть он работает не по скрипту и ты никогда не знаешь откуда он вылезет и как это не по скрипту как он тогда работает ну он там не это искусственный интеллект он работает в зависимости от того как ты играешь то есть если ты там да то есть чужой ты реально его боишься это вот я не знаю один из лучших именно хорроров где тоже опять же нет джамп-скейров это очень важно чтобы в хорошем хорроре не было резких звуков потому что ну когда автор не знает как правильно испугать человека он просто делает резкий звук это хейн полнейший ну это ж как понимаешь в самом величайшем сиянии когда у тебя нет джамп-скейров тебя атмосфера просто уничтожает превращает в клочок бумаги мнет потом сжигает он пепел твой вытирает об твое призрачное лицо а потом макать в туалет и все такое ну это работает очень круто я с тобой я бы я бы очень хотел на самом деле ремейк сияния потому что но он уже немножко все таки выходил же продолжение с эвана магра не не надо продолжение я бы хотел ремейк оригинального вот но есть же еще куча хорроров есть куча хорроров с атмосферой это тоже outlast но но там уже все таки авторы грешат тем что пытаются тебя чем-то напугать но там там другая атмосфера там атмосфера ужаса от того что вообще вокруг тебя находится тебе становится видно тебе становится неприятно тебе становится некомфортно и ты хочешь под корей отсюда выбраться все-таки в чужом она немного другая тут кстати могу посоветовать очень крутой ремейк второго резидент и вела это прям это это вот это хорошая игра и там тоже есть монстр который тебя преследует все время практически геймплея про мистера икс да но он конечно тупой и как бы не страшный но ну это резидент и вил когда он идет за тобой он напрягает очень да это правда и и третий слушай третий тоже хорош а третий я не я даже не я понял тебя я не играл и не пробовал я знаете ребята я когда-то в детстве очень была страшная история мне было наверное лет 10 там или 7 может быть и касательно резидент и вала тогда вышел фильм с милой йович третья часть там где они в пустыне типа это последняя часть которую я смотрел это жалею об этом но и вышло сейчас слушайте внимательно вышла модификация на grand theft auto san andreas про resident evil 3 по фильму с милой йович и мне было там ну мало лет я не помню сколько и мы очень с моим другом с другом моим ее купили или у кого-то взяли установили на комп и там когда запускаешь начинается все с ролика про зомби мы не знали мы как заорали нам было очень страшно мы убежали спрятались за дверью потому что как бы мы не убежали в другую комнату мы спрятались за дверь которая вплотную закрывалась к стене и я просто помню сколько кирпичей я тогда отложил как мы стояли тряслись под жилками просто ждая ожидая пока этот ролик закончится а игра казалось таким провалом ну и собственно чем можно ожидать от мододела в те времена на gta san andreas в любом случае это была очень-очень прикольная история ну а раз уж так у меня микрофон я еще могу рассказать как мы играли в stalker и конечно первая встреча с кровососом это мне кажется у любого игрока stalker печаталась голове когда он на тебя в этом в первой лаборатории выбрасывается убегает когда ты орешь как свинья резаная просто потому что это инновационно и это фантастика просто какая-то еще тебе и при этом тоже типа 10 лет или 12 там сколько было в общем да вот такая вот история очень круто очень сильно парни ну хорошо спасибо большое за ваши интересные истории за ваши впечатления о играх арсений тебе особенно за детские кирпичи было очень интересно послушать о том как я надеюсь твой друг послушать этот подкаст и вспомнит как вы испугались в детстве обязательно тебе напишет и вы еще раз пройдете эту игру а возможно и нет в общем то на сегодня это все спасибо вам дорогие слушатели что были сегодня с нами на нашем спец выпуске хэллоуинском выпуске нашего подкаста это надо вырезать надеемся что вам было в кайф слушать нас меня зовут роман бомбина жура сегодня со мной микрофонов были безумный всадник без головы а.к.а. андрей ветер ярец всем пока и технология от илона маска это open ai bot арсений кузьминский будьте внимательны с вашими посещениями сайтов в интернете я все вижу до встречи в новых выпусках подкаста пока пока ну ребят ну я конечно подгорел жестко если честно прям я прям у меня прям шок да он у меня не то чтобы я в него играл вот он у меня лежит с июля как он релизнулся я просто его на него забил что ты забыл удалить и все когда мы играли редакции а сейчас я прям вот я сидел все это время я удалял его и сейчас я ищу как удалить отдельно этот античит но это же нельзя так потому что